здравствуйте друзья у нас у вас на экранах очередной гость нашей рубрики интервью с блогером зовут его григорий по фамилии кац что можно было перевести на русский как котов да значит но григорий вы где живете то я живу в нью-йорке в бруклине и давно живете в бруклине 23 года живу в бруклине подождите а всего-то вам сколько ну мне-то гораздо больше я в 13 уехал из одессы так и сейчас вам там 39 лет или 23 плюс 26 36 36 36 лет хорошо значит вы одессу-то помните или так смутно еще как помню одессу недавно туда ездили фотографировали так на лесенку поднимались там дюха и на лесенку и на лесенку и на дюха и все остальное екатерине и памятник там ну в общем не жалеете что уехали нет нет теперь же в свете событий нисколько не жалею что мы уехали в америку от а до событий как-то сомневались и честно говоря тоже не очень жалел может быть ностальгировал конечно больше так надел не ой но не так что не так чтобы сильно жалел просто жалеть что ехали и ностальгировать это две большие разницы хорошо такой вопрос а вот я часто слышал от одесситов которые говорят уже одесса не то они это вот тут была та одесса так это была одесса а сейчас уже это что это за одесса такая сейчас одесса вот у вас не не было такого впечатления что же уже не то одесса уже та одесса уже вся уехала если честно такое впечатление было у родителей так родителей было такое впечатление потому что я-то уехал ребенком не было 13 лет что этом понимал я понимал то что имеет прямое отношение к моему хобби, о котором я объясню потом. А то, что Одесса не та, я это прекрасно ощущаю. Я понимаю, что люди не те. Что, грубо говоря, почти все евреи уехали. Кто в Израиль, кто в Америку, кто в Германию, Австралию и так далее. А без них уже Одессы нет? Или что-то там получилось? Да, мы в такси ехали. Шофер сказал, таких, как вы, почти здесь не осталось. То есть Одесса действительно потеряла одесситов, но все-таки есть люди, которые сохраняют одесский календарит. И в принципе они есть. Но Говорок, Говорок-то остался одесский? Говорок, думаю, остался. Например, водитель, вот уже не помню, не помню его слова, то есть он спрашивал, там эту шторку задвинуть в машине, он сказал, вам сделать тепло или чтобы было красиво. Я не помню до слова, но он писал по одессе. Это да, это не вытравишь, не вытравишь. Ну хорошо. Давайте мы к вашей американской жизни. Вот вы в 13 лет приехали. Да. Это 23 года назад, я пытаюсь сообразить, это был что-нибудь там... 92-й. 1992-й. Мы с вами почти в одно время, я на пару лет раньше. Хорошо. 92-й. И вы все это время в Нью-Йорке были? Все это время. А такой вопрос, вы на Брайтон-Бич-то проживали или как там? Я не проживал на Брайтон-Бич, но я там частенько бываю, частенько бываю по делам. Я туда... Я там какое-то время даже работал, даже волонтерил об этом, потом я там частенько бываю. Ну как вам... Вот у вас нет ощущения, что вот Брайтон-Бич напоминает какой-то вот кусочек застывшего Советского Союза, вот вы, может быть, не так помните Советский Союз, но вот что-то такое, какая-то вот та жизнь, которая там как-то вот так... Немножко. Заморозилась. Во всяком случае, в свете того, что, конечно, большой мой прериотет, это мое хобби, о котором я потом скажу, я скажу, что Брайтон напоминает советскую жизнь тем, что там все и почти все говорят по-русски. Это раз. И не помню чем-то, что русские книги продаются, русские кассеты и так далее. Вот это единственная сходство, что там все говорят по-русски. А молодежь там есть или уже такие вот люди постарше? Да, это там... На Брайтон-Бич есть все, и молодежь, и пожилые, и средние, там все есть. А вот вы не ходите туда, иногда покушать чего-нибудь русского и там пообщаться с одесситами бывшими. Нет, у нас рядом с домом два шикарных русских магазина. Рядом с домом, я только живу, я на Чипсет-Бэй. Это не сам Брайтон-Бич, но это не Брайтон-Бич, но это где-то, если на машине, это 15 минут, если автобусом, то можно и 45 минут, и час. Ну, хорошо. Давайте мы, может быть так, значит, итак, вы приехали, вам было 13 лет, то есть вы, наверное, там в 9 класс пошли, да, или в какой там? В 9-й, в 9-й. В 9-й. Закончили американскую хай-скул. Это была ешива. Ешива, то есть вы так можете. Видите на моей голове кипу? Нет, не вижу. Нет. Вот так, вот так оно меня повлияло. Я вам скажу честно, почему это... Так, минуточку, они, вы из-за ешивы перестали кипу носить? Не-не-не, а я и до этого не носил. Так. Знаете, я, знаете, честно говоря, как пеленерский галстук на занятия. Давайте ребятам скажем, что такое ешивы, не все знают. Да. Скажите, что такое ешива? Ешива, это религиозная школа, это еврейская религиозная школа, где помимо светских предметов, такие как английский, химия, математика, преподают еще еврейские дисциплины и обязательно язык еврит и обязательно религию. Это происходит в первой половине дня. Во второй половине дня светские занятия и когда я туда ходил, так мне пришлось походу и вторую смену вспомнить, как у меня в Одессе шелы во второй смене. Значит, наша ешива, грубо говоря, была реформистская. Конечно, у нас пара религиозных ребят оттуда выпустилась, которые после этого пошли там в Роббинникул Каллэдж, Ешива Университи и так далее, но в основном это были, в основном это были русские пацаны еврейского происхождения, которые в душе не им, которые этого не имели ни капли Бога, но тем не менее я религиозных людей очень, очень уважаю их веру, очень, очень уважаю. У меня, у меня друзья есть некоторые религиозные. Послушайте, послушайте, дай секундочку, девочки там были, в Решиве берут девочек? Это была сугубо, это была сугубо мужская школа, нет, к сожалению. Вот поэтому... Ой-ой-ой, так конечно, кто же там выдержит-то? Да, но понимаете, я четыре года выдержал. Почему? Потому что альтернатива была гораздо хуже, потому что есть в Нью-Йорке такая вещь, как паблик скул, это общественная школа. Не знаю, как у вас там в Калифорнии, как в других штатах, но в Нью-Йорке, по-моему, всякий сброд собирается. Там я не буду переходить на национальности, но это... Вещи нам рассказывали страшные пройти паблик скул, поэтому... Знаете, что вы мне напомнили? Мы когда только приехали, примерно в это же время, на пару лет раньше вас, а у нас девочка была, ну вот ей было не 13, ей было 11. Да. Вот, значит, можно сказать, она ваша ровесница, видимо, там, 79-го года. И... Да? Почти. Да. Так вот, у нас была девочка, значит, и мы там с родителями, которые в это время приезжали, и... Ну, у нас там нет ешивы такой, но вот есть, это называется Хиброакадемия. Да. Хиброакадемия. Это такая школа, и в основном, в основном там был народ из Советского Союза, они как-то финансируются, они как бы частные, но платить не надо, потому что за тебя платят разные там организации, и там, по-моему, девочки, да, там были девочки, но дело не в этом. Дело в том, что когда я слушал родителей, так, я слушал, они, у них дети туда ходили, и я говорю, а почему же не в обычную школу? Они говорят, ну, они такие расисты были, они говорят, ну, хотя бы все дети белые, они так вот... А, да, да, да. Ну, 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 хулиганья хватало среди... Евреев. Среди евреев, среди пацанов, они потом переходили в паблик-скул, но, честно, честно говоря, это намного спокойнее, преподаватели были замечательные, из лучших школ в Бруклине, например, математик был, из Бруклин-Тек, учительница по-английскому, из Стайвесон, и потом, не обязательно, чтобы все евреи, физик был, из Бруклин-Тек, по таким предметам, там была и соседняя, и паблик-скул, тоже очень хороший химик, и там был очень хороший преподавательский состав, это Ешива называется Сайной Академии, ее директор Ребека Цин, который иногда выступает на радио. Подождите, подождите, значит, итак, я хочу просто лучше понять, значит, итак, Ешива, туда берут неевреев, которые хотели бы изучать иудаизм, там, и так далее? Вот это я не знаю, ну, честно... Они берут галахического еврея, надо быть евреем по маме, или можно быть, там, скажем, только по папе, вот там цепляются к этому? Я не знаю, к чему они цепляются, я знаю, что я поступал, что у меня чисто еврейская семья, и я поступал без проблем. А на самом... А если дискриминация, вы не знаете там, как бы... Нет, честно говоря, не знаю, не знаю, не про... По маме берут. Кстати, я слышал, что у нас еще была такая супер религиозная Ешива во Фладбуш, и там туда преспокойно поступил парень, у которого мама еврейка, отец русский, но этого достаточно, что мама еврейка, чего же? Да, это достаточно, вот если бы было наоборот, то честное, честное слово, не знаю, не пробовал, не знаю. Но у вас были люди с фамилиями, там, типа Иванов, Петров, Сидоров? Может быть, даже... Может быть, Рыбаков я помню. Рыбаков это характерная еврейская фамилия. Я не помню, Ну, хорошо, ладно. Так же, как Портнов, например. Да. Ладно, так давайте мы, значит, дальше продолжим линию. Значит, отучились вы в Ешиве. Да. Это вам потом боком не вышло при продолжении образования? Нисколечки. Что было дальше? Дальше я пошел в Политехник Юниверсити. Это у нас такой институт. Сейчас он считается НВЮ. Тогда назывался Политехник Юниверсити. Не путать с советским политехом. Да. Этот колледж тогда в этих случаях был, считался лучшим из лучших. Ходил там, не помню, в 5% как они о себе писали. На самом деле там было тяжело учиться и по-моему даже начал по ходу падать его рейтинг. И в общем учился я там сначала я пошел на компьютер инжиниринг. Потому что с детства я любил электронику, схемы там бояться, собирать. Так. И решил, короче говоря, укрепиться по этому делу. Там теорию сделать. Но до этого не дошло. Там были очень тяжелые предметы, очень тяжелые условия, математика очень тяжелая. И как все мои русскоязычные друзья, я перескочил на специальность компьютер сайенс. Благодаря чему институт окончил за пять лет, а не за десять. Подождите, а почему десять-то? Потому что там было очень тяжело учиться. я... То есть вы брали больше юнитов и закончили за пять лет? Не больше юнитов. Я шел медленнее, я отчего греха таить, шел медленнее, чтобы не провалиться. Потому что там было все очень сложно. Математика, там калкулс, 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 калкулс. Там был один экзамен, на котором надо было восемь из десяти вопросов ответить правильно. Притом проверяет компьютер, не там, не там тире поставишь, не там знак поставишь, все. Хорошо. Значит, вы, можно сказать, отбатрачили в этом политехнике университи, получили дегри в компьютер-сайенс. Да. И потом чего делали? Вот потом это, к сожалению, самый больной вопрос. Потом на мой самый последний семестр выпало 11 сентября 2001 года. Ой, господи. Да. Я даже помню, что я заполнил аппликейшн на диплом и собирался в этот день пойти в колледж. Но мама моя тогда работала в Манхэттене, и она звонит и говорит, ты послушай телевизор перед тем, как выйти из дома. И действительно, так оно и было. Значит, колледж был закрыт, и ну, через неделю возобновилась. В общем, я уже понимал, что вся вся эта дутая затея изучения компьютер сайенс уже рушится, как доминошный дом. В общем, все катит. Почему дутая это? Что случилось? То есть, стало меньше работы в городе или что? Да, тогда стало меньше работы, между прочим, еще до 11 сентября стало меньше работы. Там эти даткамы позакрываются. Вы же помните. Даткамы это же не Нью-Йорк, даткамы это в Кремниевой долине, у вас их там совсем мало было. Да, понимаете, вот этот бум оказался позади, короче говоря, начало меньше работать. рецессия началась, конечно. рецессия, и тут такое. Все правильно. У вас тоже была такая рецессия? не до слова. Послушайте, давайте, знаете что, я подумал, что очень интересная тема, мне бы не хотелось ее пропустить. Пару слов скажите про обстановку, про состояние людей, что в городе творилось, вот 11 сентября, 12, 13, 15, вот скажите, потому что никто же не знает, вы как человек, который жил там в это время. Было очень тяжело и напряженно. Значит, что я могу сказать, мама ехала на работу в метро, папа работал в Брухлине, мы все волновались, мама меня категорически заклинала, чтобы я не пользовался метро. Вдруг, вдруг, иди, знаешь, что у нее просто не было другого выхода, в Манхэттен ездила. Да. А я из своего района, тогда я уже был вот на этой квартире, где меня, вы видите, из Чипсит-Б, двумя автобусами ехал в политех. Я помню, я 13-го поехал в политех, у нас есть один автобус, две версии, лимит, это как бы полуэкспресс, и, короче говоря, они все шли со всеми остановками, час туда, час обратно. Приезжаю в политех, никаких занятий, говорят, иди домой, потому что там кто-то сказал, что угро, кто-то сказал, что кто-то что-то засунул, засунул в мой политех. Знаете, студенты всегда рады стараться, они до 11-го сентября, когда приближался экзамен, дергали этот самый пожарный аларм. Я не из таких, когда, даже если мне предмет очень не нравится, я не из таких, надо быть честным. Да, я тоже не стану аларм пожарный дергать. Так, я лучше выучу, получу свою пятерку и пойду. Вот именно. А тут такое дело, а тут такое дело, я не знаю, чья это работа, но обстановка в городе была, была очень напряженная, и вот, не помню, чуть ли не до конца года, мама мне запрещала ездить на Медву. Но у меня есть, знаете, какое копии? Я, по-моему, писал на форуме вашем, что я очень люблю модели транспорта, в смысле, историю транспорта. И тогда у нас, в конце 2001 года, в Нью-Йорке появились новые метровагоны. Ну, это такие вот, такие вот, современные на транзисторах, как говорят специалисты с электронными указателями, я очень хочу проехать. И я уже тогда не выдержал и звоню, говорю, мама, ты каждый день едешь этим метро, и ничего не происходит. Так давай, один раз я проеду, будет быстрее. Она говорит, ну что ж, езжай. И вот так вот, я у мамы вымолил, вымолил возможность, прокатит, чтобы я мог вернуться к тому, что для меня, для меня было каждодневно. Да, у нас тут тема и шива, я думаю, это под тему такую декорацию, там вот, у меня, у вас есть магиндовит? А зачем? Я, я, я не знаю, что вам, я не знаю, у меня есть ни магиндовит, ни магиндови, ни магиндови. Ну, хорошо, ладно, так, хорошо, значит, Нью-Йорк, посыпалось, все посыпалось, вы закончили, бакалавра получили в итоге своего? Слава Богу, слава Богу, да, я получил бакалавра, это был праздник для всей семьи, и куда бы вы думали, после этого мы поехали в Сан-Франциско к нашим друзьям, это, это, чтобы отпраздновать мой, мой, мой graduation, не устраивает, ну, чисто, чисто для себя. И очень понравился мне этот борт, к сожалению, тогда я не знал про вашу школу. Вот тогда не было смысла, это когда-то тогда все сыпалось, это время было ужасное. Да, сейчас, на сейчас, я вот думаю, стоит мне ставить на Quality Assurance или не стоит, потому что мне кажется, что может быть я неправ, но во мне что-то такое заложено, что я не очень везучий в этом плане. Давайте мы линию продолжим. Значит, итак, вы в не самое лучшее время получили своего бакалавра. В это время был большой, большой, шмон на Stock Market, потому что в Нью-Йорке значительная часть программистов и вообще компьютерщиков занята именно на Stock Market, там на Манхэттене, на Уолл-стрит, и действительно было не важно с работой и так далее. Что вы стали делать? Если честно, я пошел учиться, я попробовал поучиться дальше на Electrical Engineering, вернее, вру. Сначала я пошел, тут возле дома есть школа, компьютерная школа, кстати, Quality Assurance там тоже был, там я пошел поучиться на админа по униксу, я учился, ну, был, был драйв, короче говоря, ходил на занятия, слушал преподавателя, с ребятами общался, и, между прочим, ребята путили слух, что акции компании Solaris, стаки, можно купить за 60 центов, пока мы учимся, вот так вот мы учились. И, знаете, я вот думал, сдать на сертификат или не сдать, короче говоря, двое, он, нас было, нас было 10, и только двое, не из 18, как в песне, а из ИСС, ребят, сдали, державших оборону, да, державших оборону, сдали сертификат, а я уже понимал, что все, что у меня будет, что у меня не будет, висит на стенке, будет. Ну, все-таки, вы же работали, вот, за последние 15 лет вы же какую-то работу уже выполняли, вот именно, что какую-то. Ну, какую? Какую? Значит, я, значит, значит, я в газете одной просто-напросто делал дейтабейс подписчиков. Я думаю, что мои работы, которые я выполняю, к сожалению, не все связаны с программированием. И я, по-моему, вам писал или говорил, что программирование это работа довольно нервная. Вот поэтому я ищу что-то вроде quality assurance. Поэтому я неспроста обратил особое внимание на ваш блог об Америке. Их блогов тысячи. Значит, много-много, да. Да, короче говоря, quality assurance я не занимался. Но программирование, я программин, я там для medical office, для газеты, все это Microsoft Access, Microsoft Access, потом я еще делал всякие сайты. Вернемся к моему хобби. Моему хобби, мое хобби это транспортное, это транспортное инженерии. Я вот одесскому трамваю хотел сделать сайт. А есть что-то показать вот такое модельки? Вот я вам сейчас продемонстрирую всю мою так, вот провод тянется, всю мою транспортную коллекцию. Вот это полностью, это трамвай, который я сделала. Это чешский трамвай, Татра. Да, точно, Татра. В Москве такие ходили, конечно. Да, чувствую, что вы тоже фанат транспорта. Нет, но я на нем ездил просто. вот это другая Татра, это я уже купил, это на 3D-принтере отпечатано, просто заказал в одном месте. Вау. Да, это, вот этот, вот этот, это тот, правда сейчас я его почти каждый день вижу, это тот самый метровагон, который в массовом появился в Нью-Йорке где-то вот как раз когда было 11 сентября. Там вот у нас были вот эти старые красные птицы, их именуют? Да. Они появились в Нью-Йорке, что-то где есть. Да. У меня австралийский есть, у меня много чего есть. Так вы их что, сами что-ли делаете или как? Некоторые я сами делаю, если их покупаю. Понимаете, это мое хобби, это целое дело. Я стараюсь делать сам, если честно, для того, чтобы пока тут две причины, чтобы руками поработать, это сплошной компьютер, или чтобы сэкономить, потому что знаете, сколько может стоить вот такая модель, как первая, что показала даже не спрашивайте, да, это может стоить совершенно любые деньги. 600 долларов. Но 600 долларов вы покупаете у того, кто сам сделал, или где вы берете его? Понимаете, я не знаю, как оно все строится, есть модели такие вот, которые делают на заводе, есть такие, которые руками делают, есть такие, которые на 3D-принтере, я, честно говоря, в этом вопросе не спец, я хотел бы это уже влезть, это уже совсем другая, ну да, да, но я в этом вопросе не спец, я хотел туда влезть, но, как говорится, кишкатанка, но бы, мастерскую надо иметь, была мастерская. Слушайте, а вы, как сказать, вы холостой или семейный, как вот вы? Ну, что я могу сказать, конечно, официально, официально, я сингл, но неофициально у меня есть, у меня есть одна приятельница, мы с ней путешествуем по Нью-Йорку, мы, я ей показываю Нью-Йорк, ей очень нравится, и, честно говоря, она даже не то, что разделяет со мной мое хобби, но просто относится к нему по-дружески, она не из тех, кто говорит, мол, какой ерундой ты занимаешься, мол, тебе сколько лет и паровозить. Ну, почему, это совершенно нормальное занятие. Слушайте, вот у вас, я смотрю, вот там, там собачка, что ли? Это не собачка, это кошка. А, это кошка? Да, это кошка, да. А давайте ее сюда, что она там? Нет, она не ручная, она не ручная, кусается, это гитара, я иногда пою, я музыкой немного увлекаюсь. Хорошо, давайте, может быть, к блогингу вашему. Значит, вы как давно занимаетесь этим делом? Честно говоря, не знаю, честно говоря, я думаю, что вот так вот по-настоящему, чтобы есть не каждый день, так через день, так где-то так с января месяца. То есть интенсивно с января месяца. Старайтесь интенсивно, а не интенсивно. Не интенсивно, так чтобы, так чтобы, когда как, так это где-то так года, скажем, два с половиной, потому что я начал заходить в интернет, вижу один Юра, второй Юра. А почему Юра? начал брать с них пример. Думает, Юра есть, еще ее, а Катса нет. Да, вот именно Катна, Григория нет. Да, хорошо. Ну, я начал, я просто думаю, если, конечно, мне до такого, как доцент USA далековато, потому что он действительно чувствуется, что мог быть коколистом. Так подождите, все-таки, тема у вас какая вашего блога? Это викинг я. А я вижу, что вы викинг. Да, тема какая? Тема моего блогинга, скажу честно, что просто, просто жизнь в Америке глазами простого человека. Жизнь в Америке такая, такая, как она есть. И нет, скажем, такого человека, который работает, ну, имеет доход, работает, и оно оставляет желать лучшего. Я, например, живу в государственных домах. Я рассказываю о том... Государственное, в смысле, субсидированное жилье для людей с низким доходом. То есть, вы платите треть от зарплаты за это жилье. Я правильно понял, или что? Да. И я живу с родителями. А, я с родителями, вы понимаете? Пока так. Потом чисто субсидировали. Дело не в этом. Я рассказываю о путешествиях. Понимаете, однажды, когда я заснял, это там, я заснял местную достопримечательность, у нас есть тут уголок живой природы, и в кадр попало, я пару слов упустил о том, что выбрасывают мусор, где попало. Так одна очень добрая женщина из Канады, блогер, сказала, что вот ты так не должен, ты должен говорить, говорить хорошее, ты должен говорить то, чтобы людям казалось, что жизнь в Америке это сказка. И я ее прекрасно понимаю. Она позитивный человек, и пусть она так, и она это делает на своем блоге. Я не против. Не, ну, нельзя же сознательно там в какую-то сторону давить. То есть так же, как плохо сознательно розовые очки на себя наперевать, точно так же плохо, например, одну гадость находить, вот как на российском телевидении. Не надо сдвигаться никуда. Вот как ты видишь, так и рассказываешь. А я не гад. Я не я где-то, что я не из всех, кто гадость нахожу. Я где-то, что мой блог немножко хаотичен. Я рассказываю про всякие покупки, всякие интересные вещи, что я покупаю. Например, в бар Барнзен Нобелс, например, когда-то был радио Шек. Я рассказываю про свои эксперименты. Постойте, постойте, в Барнзен Нобелс вы не книжки покупаете? А что вы не знаете, что в Барнзен Нобелс кроме книжек можно купить все, что в советских культ товарах продавалось? Вы имеете ввиду в онлайне, что ли? Потому что в магазине так вот, когда к ним заходишь, там у нас Барнзен Нобелс это чисто книжный магазин. Странно, может быть у вас в Калифорнии другая политика, но понимаете, там есть секция для детей. Книжки. Не только книжки, кроме книжек еще есть там всякие эти самые развивающие игры, конструкторы. Игры есть, коробки, да, да. У нас обычно Барнзен Нобелс это такое место, где книжки, книжки, книжки и при них Старбакс. Вот мужик пошел книжки искать, а женщины кофе пьют или наоборот. Может быть в Калифорнию у вас иначе, но я помню, кстати, вот когда я выложил свой блог, так же выскочил блог Татьяны Генерал. Да. По-моему, я не помню, были ли, она в Техасе, не помню, было ли там такое. Может быть в каждом штате по-своему. Да, Танюша, она недавно у меня как раз вот тоже выступала, я с ней интервью брал, она училась у нас сразу после приезда. Хорошо, значит, а народу много у вас подписчиков? Ой, с этим очень слабо, да какое там много, я вот не знаю, в чем секрет. Так, а сколько? Ну, подписчики есть, но очень мало просмотров. Ну, давайте так, вот количество просмотров и подписчиков. я сейчас взгляну, я сейчас... давайте, я пока шапку новую погляжу, я пользуюсь вашим сюжетом, чтобы демонстрацию головных уборов, а то они у меня лежат, лежат, а надеть некуда, понимаете, так я хоть примерю, у вас случайно нет головного убора кондуктора, машиниста, или... Нету, нету, не дарят, вот максимум вот привезли мне, можно сказать, из Башкирии, вот этот шлем байкерский. Байкер, это у вас такое хобби, я понимаю. Ну, мысли, когда гости приходят на канал, знаете, они тут садятся, я на них надеваю разные шапки красивые, у нас вот есть для девочек, например, хорошая шапочка, это ручная работа из Белоруссии мне привезли, называется Селянка, вот я так ее называю, очень колец. Вот уже могу сказать, вот вчера или позавчера я поместил видео про еврейский квартал, 9 просмотров, дальше, вот, вот, пожалуйста, вот про сортированную мусорку я сделал блог, и это самое... Нет, 9 просмотров за день, а вот, допустим, очень мало. Хорошо, подписчиков сколько? Подписчиков, сейчас я попробую сказать, дело в том, что я все время забываю, как это смотреть в Ютубе, вот сейчас, да, сейчас я попробую тут, я не уверен, что увижу, о, 31 подписчик, 31? Да. Так, а видео сколько всего? Вы, может быть, нумеруете? Видео сколько всего, сейчас попробую, попробую сосчитать, много, но, наверное, где-то, наверное, где-то за сотню. О, это хорошо. Так, а вы как-то кодируете ключевыми словами, там, в названии? Да, я кодирую ключевыми, ключевыми, ключевыми словами. Ну, стараюсь, но, я не знаю, я не знаю, в чем, в чем секрет того, может быть, нам нужно на рекламу. Ну, если хотите, я потом уже, я просто погляжу, и, может быть, поделюсь своими соображениями, при том, что я небольшой, небольшой знаток или умелец вот этого всего, но, может быть, у вас тематика такая, знаете, вы как бы не обращаетесь к новому эмигранту или к тому, кто собирается эмигрировать. Вы так, вы такой более образовательный такой, вы более... А к туристам? М? Ну, к туристам по Нью-Йорку. Ну, да, да, это, конечно, такая, менее мотивированная аудитория, потому что люди, которые интересуются эмиграцией, они постоянно смотрят, им важно развитие, новости того, новости этого. А вы не показываете, скажем там, вот, есть хорошая тема, например, это показывать опенхаузы. Вот, допустим, пошел на опенхауз, поснимал. Опенхаузы, это, это, это дома, когда продают? Дома, квартиры, потом, например, вы можете у меня, у меня на канале, можете посмотреть, нас много сейчас. я понимаю, но, честно говоря, это меня интересует, меньше всего. Конечно, жилищный вопрос меня, меня немного интересует, а интересует там, билдингами всякими, я в любых... Тоже хорошо, тоже хорошо. Вы можете, например, показывать, магазин, допустим, пошли в овощной магазин, китайский какой-нибудь, недорогой, корейский. Такое бывает. Покажите цены, покажите, вот почем, что продается. Я себе тут пишу, значит, опенхаузы, спотом. Опенхаузы, люди, я это называю, я это называю ценник, вот такая рубрика, ценник. То есть, одежда, например, вы можете пойти, вот я вам скажу, мое мнение о Нью-Йорке, нигде, нигде нельзя так хорошо пошепотаться, как в Нью-Йорке. Вот именно. Потому что, такие цены, такие раскладки, такие дискаунты, которые есть там, их нету больше нигде, потому что там скопище народу, скопище. Там, если ты стоишь в правильном месте, у тебя все улетит. Поэтому, мое первое впечатление, мы 10 дней там прожили в Нью-Йорке, когда только приехали. Как слышал. Пока ждали, пока что мы пойдем. И мы ходили, и вот я помню, джинсы импортные, ну, в смысле, не советские, да? Джинсы импортные, 10 долларов. Я никогда больше не видел импортных джинсов за 10 долларов. Вот, чтобы так вот лежали, там, в большом разнообразии, там, и так далее. То есть, когда я приехал в Сан-Франциско и зашел в магазин, там, джинсы, там они стояли, в истории 70, я думаю, как же так? Одни и те же джинсы, импортные. да, и вдруг на тебе. Понимаете? Поэтому, показывайте шопинг, показывайте. Покажу. А, но дело в том, что, тут я должен признать, я немного загибаю под свое, немного загибаю под свое хобби. Правда, я очень люблю магазины электроники. Но дело в том, что, вот так вы думаете, а могут ли меня погнать из магазина, мол, сказать, что снимаешь? Я вам скажу так, если магазин большой, да, сейчас все люди ходят и снимают. Они снимают на селфоны. Я, например, когда, я скажу так, если я пойду с камерой, вот там, какой-нибудь, посолиднее, да, что-нибудь возьмем, вот у меня есть камера, я, я и мало снимаю, в основном, я ее держу для того, чтобы на уроках, там, видишь, такая большая, красивая камера. Я ее держу на вакейшн. Вот, Canon, смотрите, какая у меня камера, красивая, большая, вот, и если я с такой камеры пойду в магазин, большой шанс, что меня остановят. Но, понимаете как, если магазин большой, и там сотрудникам пофигу всем, понимаете, если только вы на менеджера нарветесь, то есть, ну, на 20 случаев, один, когда мне говорят там, товарищ, пожалуйста, здесь не снимайте. Если вы приедете в маленький магазин, зависит, на кого вы нарветесь, потому что некоторые говорят, все, снимай, и еще на вопросы отвечают. Некоторые говорят, нет, 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 китайцы не любят, когда у них снимают. Да, то есть, камера лучше всего иметь размер, чтобы она была замаскирована. Либо, либо, вы берете вот такую мусипусю, как у меня, вот там, это GoPro камера, так? GoPro. GoPro. Но есть, такого типа застольник есть. Вот, либо вы берете селфон, вот у меня, например, хороший селфон, вот у меня Nokia, да, я пользуюсь, у меня Windows Phone, и он изумительно снимает, просто потрясающе. Замечательно, а, кстати, что людям больше нравится, Windows Phone или Android? Ну, по статистике, Windows Phone пользуется 2% населения США. А вот почему, про Cortana меньше всего клипов, это другая тема. Вы можете прекрасно снимать на Android или на там, маковскую штучку, неважно, любой, который у вас есть, шикарно, снимает достаточно хорошо. Поэтому, человек, который ходит с селфоном, ему никто не скажет слова никогда. Если вы сходите с камер, особенно большой, это еще на плечо поставите, с таким микрофоном, тогда, конечно, вас спросят, что происходит. Да, да. Но если вы с такой маленькой штучичкой ходите, всем пофигу. Кстати, что я хотел сказать по прайс-теге. У меня, у меня на Украине, в городе Винница, есть один приятель, можно сказать, подписчик, я его там в ВКонтакте нашел, по Кобе опять же, он не первый предложил, вот пойди в магазин и поснимай там все ценники, и сделай обзор, и я втихаря начал для него, для него все делать. Это то, что я вам говорю, да. Значит, то же самое, значит, попробуйте, попробуйте, тихаря все делать, тем более, когда по телефону снимаешь, и у меня еще там торчат наушники, так я могу вообще делать вид, что я кому-то знаю. Да, абсолютно, абсолютно. Больше того, вот вы на самом деле можете снимать и потом наговорить отдельно звук. Да, это все, я эту кухню знаю, вы мне рекомендуете, снимать эти самые магазины, я прислушаюсь к вам, прислушаюсь к вашему совету. Хорошо, значит, знаете, что получается, тут у меня очень важный appointment пришел, там начальник большой по бизнесу, вот, я давайте так к нему переключусь, у меня к вам просьба, вы в Skype сбросьте мне, пожалуйста, ссылку на ваш блог, так, и второе, когда видео будет готово, это довольно быстро произойдет, там может быть, через несколько часов, вы приходите, отвечайте на вопросы, ладно? там, письменном, а, на вопросы в YouTube, в смысле? на комментариях, там где люди комментарии пишут, хорошо, вы мне только дадите знать, когда видео будет готово, в общем, я вам скину, да, я вам ссылочку там, очень всего доброго, ладно, спасибо вам большое, вы на самом деле, очень такой интересный колорит добавили к нашему каналу, я бы, конечно, интересовался больше там про Ешиву, что-нибудь, ну, ладно, Ешива как бы экзотическая вещь получается, вот, никто про Ешиву не рассказывает, если честно, я ее окончил в 96, я ее окончил в 96 году, и многое, многое чего забыл, религиозом, как я говорил, не стал, понимаете, было, там было, между прочим, очень много приколов, но, я не сомневаюсь, слушайте, вы скажите только последний вопрос, вот эти мальчики, которые там, подростки, учились в Ешиве, у них там не было, что они только о девчонках и говорили? Вот именно это и было, при том, кто больше, кто больше, кто меньше, кто больше, кто меньше, кто, кто приличнее, кто неприличнее. Вот, никакая Ешива не может победить тот интерес, который сверху заложен в нас всех к противоположному полу. От весны до весны снятся розовые сны, снятся мальчикам девчонки, девчонкам пацаны. Это у Сергея Чемакова есть такая песня. Я не знаю Чемакова, но чувствуется, что хороший человек. Хороший певец. Хороший певец. Хорошо. Мы с вами прощаемся, давайте так руками помашем всем и ребятам привет передадим. Давайте. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok